И снова здравствуйте дорогие мои подписчики, зрители моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами как всегда я Александр и Булатик. Мы прогуливаемся по лесу на дворе. У нас сегодня 25. Да, красота на улице просто неописуемая. Температура минус 5, немножко притрушивает снежком. Но неизвестно будет ли снежок или нет. Но тем не менее, вот так. А ты мы в очередной раз с маленьким вышли на прогулочку. Прошу прощения вас за то, что не выкладывал долго ролики. Потому как приболел немножко наш маленький мальчик. Да, и 3 дня у нас не было роликов. Что-то не то скушала наша собачка. Сразу же скажу дорогим зрителям, было пищевое отравление у нас. До сих пор мы еще немножко даже поносим. Да, уже рвоты нету, но понос была. Рвота, понос. Врач поставил, обратились к врачу. Сразу же надо обращаться к врачу. Врач поставил диагноз пищевое отравление нам. Вот, назначил лечение. Что давали, говорить не буду. Потому как самолечением заниматься не советую. Я думаю, надо обращаться к ветеринару. А там, когда ветеринар уже вам поставит точно правильный диагноз, тогда он вам и скажет, что вам надо давать в данном вашем случае, в данной вашей собачке. Я думаю, вот таким вот способом будет лучше. А остальных всех способов самолечения, диагностики по интернету, по симптомам, это вам на другие каналы, к сожалению. Я в этом деле не помощник. Вот, поэтому вот так. Ну, а у нас обстановочка, стало богу, стабильная. Со светом тоже нормализировалась. Так, более-менее, ну, скажем так, серединка наполовинку. Со светом у нас тоже все хорошо. Свет есть, плюс на улице погодка, опять же, не сильно холодно. Поэтому, как бы, тепло и хорошо. И булатик, он прогуливается уже, вы видите, собачка веселая. Ну, в принципе, грустным и не было, честно вам сказать. Вот у него, когда и пусть болел, он какой-то был веселый. Но, побоялся я с ним куда-то далеко идти, пока собачка не стала себя чувствовать хорошо. Вот. Сегодня он тоже ночью меня просил выйти вести его в туалет. Я его водил. Мальчика нашего маленького. Он на меня просится, когда хочет. В туалет был, поносик ночью. Немножко. Ну, я думаю, уже рвоты нет. Мы уже понемногу кушаем. Знаете, тоже по поводу питания. Кто-то скажет, что надо давать. Я тоже и спрашивал, что надо давать. И давал ему там, что надо. Как советовали. Но, честно вам сказать, вот так вот или это мне так, это мой опыт или это. Ну, у меня такой собачка, он не, нету, я же говорил вам, никакой пищевой агрессии. Поэтому тут суть вопроса заключалась в том, что булатик просто отказывался есть. И даже когда он захотел покушать, я ему предложил кашки. Он хорошо поел кашки. Я ему предложил кашку там со всякими там мясокосными муками, там мукой, там рыбим жиром. Ну, я рассказывал, как я делаю кашку, да? Когда я кормлю своего малыша. Он такой кашки не захотел. Я ему дал вареного мяска. Он не захотел. Я ему дал сырого мяска. Булатик опять не захотел. Дал ему чисто кашки, без ничего. И Булатик захотел покушать кашки. Покушал немножко кашки. В следующий раз он кашки отказался кушать. Не захотел он кашки кушать и решил попробовать покушать он мяско. Захотел. Я ему точно так же методом научного тыка предлагал, что он будет кушать. Он вышел на кухню ко мне. Я понял по его поведению, что он вышел поискать что-то, понюхать. И я сразу же вот ему предложил полный ассортимент. На что он выбрал мяско покушать. Ну, опять же, он мяско съел столько, сколько он хотел. Ни больше, ни меньше. Немного. Если взять от обычной его, ну, даже, скажем так, от средней его нормы, то он съел где-то треть средней его нормы мяса. Вот. И больше есть он не захотел. Да. Потом он опять решил что-то понюхать, покушать. И я ему дал, получается, он опять, ну, выбрал покушать. Сначала кашечку без ничего поел. потом поел кашку с добавочками всякими. После чего булатюсик съел еще, да, кусочек мяска захотел. Ну, это так вот он подходил там то-то-то-то-то-то ел. Ну, и вот таким вот образом пока мы, скажем так, держимся. Насильно собаку кормить не заставишь. Нет. Но зато есть тоже свой плюс. В этом всем я научился давать собаке таблетки. Для меня теперь дать любую таблетку собаке вообще не вопрос. Я ее двумя пальчиками так аккуратненько закидываю ему. Ну, прям вставляю так в пасть аж глубоко, что, знаете, аж как до рвотного рефлекса наделаю это достаточно быстро и профессионально только шпок-шпок-шпок. Ну, и я не знаю, просто никому не советую так делать. Вы не подумайте, что я там прям рекламирую такой способ. Это у меня так я приспособился и у меня так получается. Я не знаю ее отношение у вас с вашим Масиком. Может, у кого-то там такая любовь, что Масик от большой любви и руки пооткусывает по локте. Так что вы там смотрите. Я просто своему малышу доверяю. Он не может папу укусить, папа его опять укусит. А он знает, что папа больно кусается. Папа нельзя кусать. Да. Поэтому вот так вот я своему Масику могу впасть в таблетку засовывать. Такой маленький. А это нам чуть лучше. Мы вышли на первую прогулочку. Мы сразу же решили записать для наших дорогих подписчиков зрителей видео. Ждем подписочки на каналчик, лайкосики прожимайте. Мы будем держать в курсе вас всех событий. Я же говорю, вот такой вот у нас денечек сегодня прекрасный. Погодка пасмурная, правда, вырывается снежок, но тем не менее, я же говорю, на улице относительно теплая погода для зимы. Минус пять всего-то навсего. то есть такие вот холода, но я смотрел по прогнозу погоды в нашей местности вроде бы так уже и до конца зимы будет, не будет больших морозов. Но честно вам сказать, синоптикам доверять это такое все занятия, с одной стороны, но такое, тем более, долгий отрезок времени. с другой стороны, ну как бы у нас зима такая прошла в этом году, не, я не скажу, что плохая для нас, как для нашей местности, учитывая ситуацию в стране, то у нас хорошо, что зима такая теплая, что нам не приходится норзнуть, так сказать, но аномально теплая зима в этом году, конечно, у нас таких теплых зим, что вообще, но у нас в этом году зимой меньше минус десяти, ниже минус десяти не опускалась, ну, у нас такого, я не знаю, у нас бывало и по минус тридцать зимой, но минус двадцать это по-любому зимой должно быть один день хотя бы два, три, ну, то есть, как бы не так, что. Болотюсенька, идем гулять. А тут видите, какая ситуация получается, как бы, вообще, зима прошла в таком легком режиме, но еще не прошла, еще месяц зимы впереди, может, заметет, потому что, я же говорю, что-то, ну, не передают холодов, но меня что-то как-то смущает, смущает, знаете, чтобы зима не отыгралась, чтобы зима потом не сказала, что все-таки же надо, чтобы была зима, поэтому вот всю зиму мы собрали в две недели и погнали. Что за две недели заметет и заровняет и заморозит и... Ну, будем надеяться на лучшее, мы особенно с Булатиком вообще всегда надеемся на лучшее, у нас один позитив, негатив нам не нужен, потому что вот такой красивый мальчик, да, вышел на прогулочку, заскучился за лесом, ходит, нюхает, даже не хочет с папой баловаться. Кстати, вот у нас даже такой вот тоже из-за аномально теплой зимы появились клещи, так как мальчик у нас необработанный, получилось аж... Ну, в общем, получилось так, что он заболел вроде бы как, и... из-за этого мы и так бы в лес бы не ходили, если бы даже он не заболел, мы бы в лес не ходили, потому как вылезли клещи, было потепление до того, что... вылезли клещи, и... малыш пошел в туалет, вот, тоже таким жиденьким, но уже более-менее загусает, загусает у него штул, успокаивается пузик, я надеюсь, что у мальчика все будет уже хорошо, и мы уже идем на поправочку, мы вот после ночи, это первый раз он сходил в туалет, вот он меня вытянул ночью, и вот, после ночи он сходил в туалет, но правда, еще не кушал ничего, как бы, но я думаю, уже, сейчас придем домой, тем более прогулявшийся и покушает мальчик, не после того, как мы уже покушаем хорошо и полноценно, то у нас будет уже, так сказать, полное выздоровление, надо, да, жирок набрать, кто-то скинули, а то похудел, малыш, за три дня у папы сходла, морда, а то лапычка лает, так а сходла, да, похудела, лагерна, пыльчика, так, зрители, подписываемся на каналчик, прожимаем лайки, с вами был, как всегда, я, Александр и Балатик. Хорошего вам дня.